И отброситься составляется из чего? Из элементов земли, да, значит, человек, человек не случается малый космос, говорят, сам все объединяет все, поэтому воплотиться, это значит войти в этот мир, в этот материальный мир, в котором мы находимся, живем, да, это не просто принять только образ человеческий. А именно воплотиться в то состояние, в котором мы находимся, это не точное выражение пример, ни при чем, потому что если бы Христос был только пример, и авторитет, это да, я и по этому не знаю, что не точно, не точно. Для того, чтобы человеку была возможность все-таки войти в царство Божие, Христос именно воплощается в ход человечества. Значит, вопрос другой становится, значит, для чего воплотился, почему оплатился Христос, почему он, как всемогущий Бог, не мог сделать иначе, допустим, своим всемогуществом прийти и спасти человека. Вот почему он именно воплотился, воплотился, значит, вошел вовнутрь человечества. Да, для того, чтобы именно человеку, для того, чтобы им дать возможность положения. А второе положение, чтобы не нарушить человеческой свободы. Свободы. Свободы, потому что если человек не свободный, то он будет рабу Бога. А он сказал сам, что мне нужны не рабы, а свободные. Вот, и теперь, значит, вот подходим к тому моменту, который я хотел поставить на сегодняшнее обсуждение. Что значит взять крест свой и следовать за Христом? Да, и воплощение крест Христов, что он, что такое. Для того, чтобы, значит, был несколько понятен вопрос, может, предварительные вопросы. Значит, что значит крест Христов? Какое значение креста Христова? И, исходя уже, когда мы объясним, что значит крест Христов, то исходя из этого, что значит крест наш. И поэтому, значит, если так вот графически изобразить, то взять крест и идти за крестом. Значит, два креста. Два креста. Наш крест и, значит, крест Христов. Но я думаю, что мы не поймем своего креста, что значит крест свой, если мы не уясним себе, что такое крест Христов. Вот крест Христов. Да, ну, это сейчас... Давайте, кто как понимает, что значит крест? Вообще крест наш? Кто такой крест? Под крестом что можно? Страдание во искупление все грибы... Да, но тогда вопрос другой. Вот вы страдаете. Вы искупаете гречи свои? Да. Это можно... Да, можно ли спать и буддизму? Они там, что переуплощение, несколько раз перестрадал, и, значит, человек в пасте. Сказано, но только страдание, но очищение через страдание происходит. Благословительное страдание, очищающее нас. Да. Происходит очищение через страдание или нет? Вот я сидел и, Игнатий, сидел в лагере. Сколько там бандитов было, которые еще озлоблялись больше? Они, правда, некоторые... Некоторые, а вот нет, не очищают. Какой человек принимает свои... Со смирением, с благодарением... Со смирением и верой. Хорошо, хорошо, договорились. Вот вам крест семейный, послан. Вы приняли вас со смирением. Нет, благодаря. Со смирением, со смирением крест твой приняли. Будет этот спасительный крест для вас? Ничего нет. Да, да, да. Будет, нет? Батюшка, будет. Ха-ха-ха. Так, вопрос, вопрос, понимаете, в том числе, я вот как раз хочу поделиться с вами своими мыслями. Вдруг у меня, вот я во время воздействия креста, вдруг настолько пролзила эта мысль у меня, что я, значит, вдруг, я понимал всегда, что крест, что такое крест? Да вот, что упадает нам на долю, и вот крест мой, вот и крест, лагерь, это все, вот и крест мой, это крест, это крест, это крест в самом деле. Но об этом не говорит Христос, возьми крест свой и следуй за мной. Или о чем-то другом. А, Свет Дмитриевне, мне кажется, в вопросе вопрос. Конечно, конечно. Он должен определить свой крест, найти его свой крест. Я не предал этому кресту, нет, это оружие, победа над грехом, да? Это уже приблизительно приблизительно приближается, но еще не все. Вот, еще и все. Ну, еще кто скажет, ну, иначе, что скажешь ты? На кресте можно сказать, что, во-первых, крест сам по себе был самым позорным орудием пытки у народов, таких как кремлян, почему рабов распинали на кресте. Далее было предсказано, это в предведении будущего страдания Христа, проклят всяк, висящий на древе. Не убитый, не зарубленный, не закопанный, не сожженный. Это самая позорная, медленная казнь перед глазами всех людей. И чтобы усугубить это, его имя же двух разбойников, и Причченко разбойником был. Вот этот крест, он нес на себе проклятие всего мира. У нас сегодня понятие такое. Я сказал, грешен, и вроде бы это и есть признание греха. Мы не понимаем величия этого греха. Какая трагедия произошла в мире в момент грехопадения человека. Вот здесь начался крест. Что каждый малый грех есть разделение человека со всесвятым Богом. И возмездие за грех, спасание кремлянам, Павел говорит, есть смерть. То есть плата, зарплата за грех смерть, за один грех смерть. Мы заслужили за каждый грех миллиарды смертей. И вот сколько было блудников, если увеличить это на одного блудника, как он бы выглядел? Вот таким пошел Христос. Сколько было убийц, вот сколько убитых висело бы на каждом человеке, вот столько нес на себе Христос. Это все должно было выставлено быть на позоре, там наверху голгофа на кресте. Если в нас это вот сознание не придет, и до конца мы возлюбить Христа здесь и не сможем, чтобы понять, это наше место. Не просто Христос пошел туда, за меня пошел. Это я должен был висеть там. Так вот крест и показывал, насколько отвратителен грех в очах Бога. Почему Христос воскликнул, или, или ломаста вахфани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Это образно сказать, как будто сам Бог Отец отвернулся от сына. Настолько он висел великим грешником, который в разум человеческий не может даже вместиться. И он на себе это все понес. Главная борьба была в Гессимане, там стоял перед ним крест. Дьявол это знал. Он заранее хотел опорочить древо креста. Златоус это так рассуждает. Тройственные, как бы три рогатки, три зубца, виллы. Дьявол взял дева, древо, познание добра и зла, смерть. Смерть Адама. В Адаме все умирают. Вот этим он поражал все человечество. Христос вырывает это оружие, это трезубец и бьет дьявола в голову. Дева, Мария, древо, крест. Вот он возвысился. И смерть Христова. Во Христе все оживут. Крест сам по себе ничего не означал, кроме шахота, пытки и позора. Но в 17 главе, в 1 стихе, Евангелия Теана, Христос говорит, и ныне прославь меня, Още славы, которую я... И перечисляет. Какой славы? Ибо пришел час мой. А отныне крест будет прославлен, то, что впервые на кресте, на позоре будет висеть безгрешный. Вот здесь исполнилось то, что было сказано в раю. Будет поражать в голову. И апостол Павел восклицает в 15 главе 1 послания Коринфянам. Смерть, где твое жало? То есть дьявол находил образное оправдание в смерти тем, что в каждом человеке был грех. Подожди немножечко. Продолжай дальше. Что смерть всегда имела оправдание в грехе человека. Возмездие за грех смерть. И вот впервые едины, без греха, един свят Господь Иисус Христос. Без греха зачатый. Без греха приговорен к смерти. Все свидетели и были лже-свидетелями. Ложь. И вот здесь, сейчас я тебе так, значит, все человечество совершило. Для того, чтобы человека спасти, Бог взял до своего сына, как для выкупа. За выкуп дал. Значит, вон, значит, раз вы должны были грешить, значит, вот выкупал перед Богом бессмертную жизнь. Христа. Так? Нет, я хочу закончить, чтобы... Правильно все это. Правильно, я говорю правильно сейчас. Вы говорите так, как сказал Иоанн Креститель, Евангелие Теана 1.29. Простерши руку, вот явление Христа народу. Вот Агнец Божий, ягненок, барашек годовалый, который берет на себя грех мира. И почему было сказано, причистое, что назовешь его Иисус, ибо Он спасет людей от грехов. Хорошо. А что он начинает эту мысль? Что договорились? Значит, Крест Христов заключается в том, что Он взял на Себя грех всего мира. Так? Так. Все, достаточно. Как вы думаете, в чем сушность Креста Христова? Тоже так же, так же, так же, так, к этому, к этой мысли Петя как. Что значит Крест Христов? Крест? Что, вот, Игнатий выразил очень четко свою мысль. Значит, Крест Христов... Мы же еще перейдем... Отсюда и Крест наш такое. Крест Христов, это Христос взял на Себя грехи всего мира. Так? Так? Я так бы сказал, немножко, иначе. Крест Христов, это Бог отказался от принадлежащего Ему. Отказался как бы от себя. Бог поругал, поруган ради нас. Ну да, но это все равно. Значит, Бог взял грех, то есть, вот, иначе, вот, тоже четкую мысль выразил, что, значит, он, на него взвалили все грехи. Значит, надо, надо... Да, ну и другое дело. Когда взваливает, то человек волен отказаться и волен принять. Так он не отказался, а принял. Все это ясно. Все это ясно. Значит, вот он. Отсюда, отсюда, как Христос грехи взял что-то, если бы не брал грехи, то, значит, не был бы распят на позорном орудии, на орудии, которым распинали только преступников. Вот, и это тоже, опять-таки, признак того, что Христос вошел в внутрь, как бы, человечество, и взял на себя и грехи. Да, я понимаю, как он взял. Я понимаю, что он, что значит взял. Так, довольно привычное понятие. Ну, взял, взял, распялся. Распялся и своей смертью победил грехи. А чисто, и крест после этого было орудие позора, а теперь орудие святости, орудие всех, чем мы можем гордиться даже, и чем мы можем фалиться, потому что это наше спасение. Что такое причина смерти? Грех наш был, это разное крестье. А разбит грех, значит, смерть тоже разбита. Да, грех я бы хотел уточнить. Да, пожалуйста. Грех... И нет другой матери у греха. Что такое похоть? Это эгоистичное желание человека. То есть, грех – это порождение эгоизма. Это ясвентризма. Христос взял на себя, разрушил этот грех. Он отказался от того, что он разъезжало. Он под корень срубил из эгоизма. Он, будучи всем, совершил невероятное. До такой низости унизился. То есть, до ненормальности. Он как бы согрешил. Для Бога ненормально быть таким униженным. Для Бога ненормально плоть. Для Бога ненормально унижение перед всеми. И он вдруг все это делает. Это уже по-друге. Это все крест. Это крест. Ты хочешь сказать, что крест – это уже не просто крест для нас, а это крест для Бога. Для Бога крест. Помню, когда Христос, когда по божеству, когда Христос исчез на кресте, страдал он по человечеству, по божеству, то он страдать не может. Да, пожалуйста. Я считаю, что где грех, там смерть. Взял греки наши, он дал нам жизнь. Да, где грех, там смерть. Для того, чтобы смерть победить, значит, надо, чтобы не грешник умер, а умер святой. Тогда, как клин клином вышибается, значит, смерть на смерть, получается воскресение. Жизнь, да. Сейчас, пожалуйста. Ну, то есть, другими словами, крест Христов – это как бы суд, приговор грешного мира праведнику. То есть, именно праведник осужден этим грешным миром, и он никакого не имеет причастия к нему. Все вы говорите правильно. Я хотел добавить, что именно крест Христов знаменует то, что Христос смирился. То есть, именно... Вы начинаете судить Бога. Когда вы говорите, что Христос смирился, значит, Христос то-то, 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 мы начинаем судить Бога. А мы вот, он четко, он много говорил, но он четко говорит, что крест – позорное орудие. Разбивает преступников. Безвинное висит на кресте. Значит, что? Он этих преступников, преступников берет на себя грех. И страдает. То им страдает, ну что, он страдает. Он страдает, страдает своим божественными страданиями, умирает, распинается, значит, разумирает, значит, что получается? Получается, что грех умирает. Умирает грех. А разумирает грех, значит, воскресает святость. Где нет греха, там есть святость уже. Там уже есть... Там отсюда и воскресенье. Значит, останемся на этой мысли еще четко, что крест Христов, это означает то, что Христос взял на себя грехи всего мира. Значит, в этом... Хорошо, я думаю, что, может быть, кто-то еще раз выразит как-то еще мысль свою. Может, добавить что-либо. Но я думаю, что это довольно четко мысль выражена. И сущность креста Христова очень хорошо показана. Потому что крест – это то, что Христос взял на себя грехи. Пожалуйста. Я хочу немножко добавить. Это очень правильная мысль. И когда мы приходим ко Христу, Он нам прощает все грехи. Но дальше мы еще плотские. И у нас много плотских проявлений. И вот вторая цель креста – это избавить нас от ветхого человека. То есть семя, если не умрет, то не даст плода. Значит, мы, поведя через распятие, через таинство крещения, мы постоянно живем уже, его силой воскресаем. Значит, наше греховное тело уже упроизнено. Да, чтобы не уклонялись в сторону. Поэтому это выяснилось все правильно. Но, значит, кто может добавить к той мысли, что крест Христов – это означает то, что Христос взял на себя грехи всего мира. Можете что-то добавить к этому? Или нет? Нет. Я слава писала, что помогло. Ты вот. Никто из царей, будучи царем, и не пойдет... Нет, Миша, мысль твоя правильная, потому что мысль правильная, только она немножечко в сторону уходит, то это мысль правильная. Раз он взял на себя грехи всего мира, следовательно, он подвергся осмеянию, которому должен подвергся человек. Смотрелся в глазах. Так нет, в чьих глазах бы не подвергся. А осмеяние ветхого же нет. Ветхого или какого... Понимаешь, в чем дело, что для Бога быть распятым, это значит, что всемогущество его не... Он стал ведь человеком... И потом распинается он там. Он не мог бы распяться, если бы он как Бог. Как Бог. Когда он становится человеком, тогда он распинается. Мысль очень хорошее. Я считаю, что очень правильно все. Христос... Значит, сушность креста Христова заключается в том, что Христос взял на себя грехи всего мира. Отсюда, раз грехи всего мира, отсюда он подвергся. И тому-то, и другому. Отсюда и смерть его. Но в чем дело, что помимо того, что Христос и как человек, это и Бог, поэтому умереть Бог не может. Следует, умереть только может грех. Да. А человек приходит в своем нормальном состоянии, приходит к Богу. Приходит к Богу, очищенный от грехов. А то вопрос... Дальше другой. Это он правильно говорился. Да, потому что, если так пойти юридически, то раз Христос умер, то нам уже нечего делать. Мы все спасены. Все спасены крестом Христовым. Вот тут я, поэтому... Дальше вопрос стоит. Что значит взять крест свой? Нам? Что значит... Вот я к этому... Поэтому мы очень хорошо выяснили, что значит взять крест... Что значит крест Христов? Что это взять на себя грехи всего мира. Я теперь дальше говорю. Кто может давать к этой мысли еще что-либо? Так вот я хотел слово... Только а что значит грехи взял? Выясни, что значит крест Христов. Конкретно. Значит, мы выяснили, что крест Христов это то, что Христос взял на себя грехи всего мира. А далее... Немного непонятно. Ну как это? Немного непонятно. Да, и другое дело... Другое дело, что значит взять грехи. Это второй вопрос. Мы к нему возвратимся. Ну а я говорю, к этому вопросу может кто-либо добавить что-то... Что... Так это или не так, или что может добавить, выяснить то-то. Пожалуйста. Пожалуйста. Так и запутимся сразу. Вот поэтому кто может сюда уточнить или еще что-либо... Или может быть кто-то не согласен с этим. Мы сейчас, Игорь, пришли к мысли, что крест Христов... Крест Христов... Это означает, что Христос взял на себя грехи всего мира. С этим ты согласен или что-то может быть? Согласен. Кто... Игнатий, согласен? Ну это твоя мысль. Да. Это один вопрос. Пожалуйста. Сейчас будет следующий вопрос, который выдвинул Петя. Что же значит взять грехи на себя всего мира? Что это значит? Что это значит? Что он просто взял наши грехи и нам больше делать нечего? Или еще что-то другое означает? Другое. Вот. Ну вот поэтому сейчас Петя будет... А потом он будет... Он уже пытался. Говорит, пожалуйста, Петя. Что значит взять грехи на себя? Что значит... Что означает? Христос взял грехи на себя всего мира. Что он взял? Он взял грехи на себя всего мира. Прежде всего, он говорит, чтобы взять человека осуждением. Потому что, поскольку человек согрешил, он подвергается суду. Конечно. Он суду. Он подвергается суду. Дальше. Суд, значит, должен ответ. Вот он приговор. Приговор какой? Смерь. Так. Вот и насчет осуждения смерь. Очень хорошая мысль. Еще кто? Что? Как раз это... Это тоже мысль правильная. Но, понимаете, в чем дело, небольшая сделка получается. Вот мы тебе, Господи, а ты нам другое дело. Не всем, как в христианстве... Это католическая мысль тоже верно так проходит. Но это не совсем верно, в смысле православным. Вот. То есть и верно, и неверно. Потому что тут нет того юридизма. Я тебе, ты мне, вот, например, по закону присуждает человека, осудил и все. Все на этом. На этом не кончается дело. Надо еще, чтобы и внутреннее перерождение было. Потому что если нет внутреннего перерождения, то это ничего не значит. Так. Ну, пожалуйста, хорошее осуждение. Снять приговор нас к смерти. Чтобы мы не умирали. Не умирали. Не просто во временной жизни. Потому что во временной жизни мы, как уезжая, умираем. А они умирали для вечности. То есть мы обладали вечности. Мы обладали бессмертием. Как он на себя удалил. Да. Взял, взял, значит, и то, что он взял, значит, он прежде всего снял осуждение, снял, значит, приговор к смерти. Ну, и, естественно, раз снял, значит... Дал свободу. Да, дал свободу. Дал свободу. Значит, мы к этому подходим свободно. Потому что, чтобы мы по принуждению, а то мы подходим же свободно. Потому что, главное, он убил. Мы уже только включаемся, сразу спинами тебя, Христов. Да. Понимаете, в чем дело, что он за него пошел, а он таким же преступником остался. Он таким же преступником остался. Когда Христос взял, взял, это не что значит, что его освободил от веры из грека. Нет. Он только показал ему путь, как это, подал сил. Но они, значит, когда за другого берет, а это ничего. Он только с другой страдает и все. А преступник, он остается преступником. А в то-то дело, что Христос воплотил для того, чтобы вошел вовнутрь человека. И что, чтобы мы не просто за него делали, а вот все. И он делает, он Бог как человек делает. Отчуда и не нарушение свободы. Да, 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 да. Отчуда и свободны. Вот это сложный, трудный вопрос. Очень сложный, трудный вопрос. Давай, давай. Ну, то, что Господь взял крест, вот, грехов нашим. Значит, вот не сам он умертил грех. И попытка здесь, значит, то есть Божий промысел, чтобы вернуть в духе, в духе, не воплоти, а в духе вернуть до грехопадения Адама. Вот в эту связь привезти. Когда Петя говорит, как он мог взять грехи, мои его листья, он не брал мои личные грехи, он брал в духе. В духе у меня было злоба, порча. Вот это вот он своей святостью, вот этим примером он, и дал метод, ну, как-то воскресенье. Немножко нетточной, нетточной. Да, ну, это тоже мысль приблизительно такая же, но немножко не совсем точная. Не совсем точная. Да, пожалуйста. Я не уверен совсем, что это правильно, но вот, если сказать так, что никакая плоть не спасается, кроме плоти Христовой. То есть, вот, ведь спасется, христианин есть вот член тела Христова. То есть он спасется не тогда, вот, не он вот в своей плоти грешной спасется, вот, как бы, с его плоти Христов снимает это судей, он должен перевоплотиться, как бы, ну, не в смысле будешь перевоплотиться, а в смысле вот через причастие, через приобщение стать частью тела Христова. Вот. То есть, я, почему сказал, вот, так что выросла в закону, что... Это уже процесс. Это, это, мне значит, Володя, это все правильно, мыть правильно, но это процесс, это процесс. Как человек, как человек перерождается. Как человек перерождается. Мне нравится немножко вот это выражение, что взять, Христос взял грехи в тюрьму мира, значит, он снял осуждение. Мне кажется, что он взял, он снял осуждение, он никогда... Он когда на кресте умер, вот тогда он снял осуждение, а когда он взял на себя, он на свою плоть принял осуждение за все эти грехи. В этот момент. В этот момент он принял осуждение. Ну, правильно. Ну, ты останавливаешься на каком-то полпути. Значит, раз взял, значит, он и разбил, и все такое, мы уже полный, совершившийся факт берем, а ты останавливаешься где-то только взял вот все. Раз взял, значит, уже разбил. Да, пожалуйста. Я думаю, так, что значит взять грехи мира на себя, потому что наказание мира было на нем, и ранами его мы исцелились за то, что он пострадал. Так, но мы вспомним Ветхий Завет, то-моему, надо вспомнить, потому что раньше было око за око, зуб за зуб. За невыполнение, за грех, смерть. Вот что было раньше. И он видит, что человек не может выполнить вот этот, значит, закон исполнить, чтобы жив был. Да, да. Вот что было очень трудно. Это очень. За нас виновны, и мы, если к нему приходим, и как к Богу, то есть он как, ну, закон упразднил, а вот эта благодать, которая осуществилась, и то есть мы теперь не имеем смерти, если мы обращаемся к нему в покаянии. Я думаю, так что... О, молодец! Это здорово. Это здорово. Кто ответил даже на уже другие вопросы? Значит, где дальше? Ну, я думаю, что, значит, что такое взять грех, это, значит, действительно разбить смерть, умертвить смерть, и освободить человека от греха. От греха. А вот дальше, значит, идет вопрос. Значит, я вам взял грех и разбил все. Свободны ли мы дальше от ответственности? Вот, значит, вот Миша как раз и ответил на это. Вот теперь перейдем к другому вопросу. Я это хочу заплатить. Что? Скажи, пожалуйста. Я тогда грех взять на себя и не видит, но вот мы так сочувствуем. Ты предотхитил Мишин мой, а он молодец. Нет, я хочу сказать, что у нас за такое вошло, потому что вот, в частности, Владимир Шулов об этом говорит, что если после Христа, после прихода Христа, каждая душа назад поставит себе вопрос, с Богом я или нет. Еврейский народ веровал в Бога и шел в Богом. Он был с Богом? Нет, он не был с Богом. Ну вот, значит, что нужно для этого? Для этого нужно из ними Бога. Да, еще, вот тут все слушать дальше. Что значит взять крест нам? Да, вот. Вот нам, что взять крест? Последний Мишин уже ответил на этот вопрос. Ну, дальше я... Я анонсировал вопрос, который хотел сказать. А ну, пожалуйста. Он остался туманным. Что? Все-таки он остался туманным. Хорошо, я тебе... Я не скажу. Я не скажу. Да. Туманно, что Христос снял проклятие с нас? Туманно, что Христос разбил смерть? Туманно или нет? Признанная истина, мы повторяем их сотни раз и порой даже на религию. Какая-то это... Это самое интересное. А что эти слова? А что эти слова, что я хочу понять? А что они... Что разбита смерть? Разбита смерть, да. Что Христос берет грех на тебя, смерть. Что это значит? Что он разбил смерть и нет смерти. Вот, вот дальше. А дальше еще будем... Еще дальше. Вот когда человек приходит к мысли, что для него меняется в мире вообще? Вот эти сущности. Вот он приходит, да, он опять ест, пьет. Иногда и броняется с женой куда-то... Такого слова ничего не добавили. Значит, это можно... Что, пожалуйста? Если вы идете в сторону... А там мы подошли к самому главному. Ну ладно, ну давайте, давайте, давайте. Вот я хотел сразу такой... Можно одним словом сказать. Разрыв в союз, наш союз с Богом. Это последствия греха. А что такое грех? Вот это и грех. Это последствия греха. Это первое. А дальше будет название. Гордость и так далее. Что такое. Это первое. Это есть основное значение. Это есть основное значение. Что раз мы разорвались с Богом, значит мы перестали исполнить заповеди, перестали... То есть мы стали грехниками. Вот, грехниками. Поэтому грех это и есть нарушение того первозданного, то, что дал Бог. Это отрыв от Бога. Вот это и грех. А все остальное... А все остальное... Это вопрос другой. Это вопрос другой. Это самый главный вопрос. Вопрос другой. Вопрос другой. Даже можно... Раз человек не послушался Бога. То есть он не стал слушаться Богом, то произошел с вами разрыв. Идрый и течен. Почему он не послушался Бога? Не знаю, я же вопрос. Ни один человек не глупый. А вот тут он вдруг глупость себе сделал. Санкт-Петербург выбрал. Да, да, да. Это уже вопрос другой. Ну это вопрос другой. Другой. Сейчас, сейчас. Хорошо. Хорошо. Раз ты не согласен с нами тогда, тогда скажи, пожалуйста... Не, подождите, подождите. Это не ирония. Разве... Не, не, подождите, подождите. Раз ты не согласен с нами, что грех... Грех — это разрыв союза с Богом, то придай определение свое. Я просто хотел напомнить определение Библии, а не свое. Да. Грех есть беззаконие. Да. Другой. Нет, нет, нет. Петь, ну слушай, мы разы разорвали союз с Богом, то это все нарушили всякие законы. Это беззаконие. Это разное определение. Это разное определение. Я хотел, дайте пойти, потому что беззаконие опять непонятное слово. Поэтому только это другое понятие. Знаете, что это... Это туманное понятие о грехе. Я нанизрую. А что мы порой плаваем в этом понятии? Мы греха... Да нет, ну почему плаваем? Почему? Четко говорим. Все свои мысли, они четко укладывают в эту формулировку. Раз человек разорвал союз с Богом, отчего-то получилось всего беззаконие. Ну почему он разорвал? Всегда есть причина какая-то, уже последствия, что он разорвал. Ну и мы, нам, не наша задача уходит сейчас. Сейчас не наша задача уходит. Что такое грех? Библия говорит, что грех разделил человека с Богом. Грех разделил. А что такое грех? Петя, 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 подожди. Для того, чтобы четко идти... Мы уходим от понятия. Нет, нет, нет. Для того, чтобы четко идти, надо отвечать не на другие вопросы, а на этот вопрос, который поставлен. Христос взял грехи мира на себя. Так что такое грех? Это четко относится к этому вопросу. Вы ей сейчас ответили. Грех – это разрыв союза с Богом. Грех разорвал человека с Богом. Это же последствия греха. Ну как тут непонятно. Так, ну, беседите, друзья. Дальше. Как вы думаете? Вы ее определение. Грех разорвал, это не мысль человека. Тогда, хорошо. Тогда, значит, грех существовал до разрыва союза с Богом. Если пойти к этой мысли. Значит, грех – это что-то еще до этого. Конечно. Грех существовал до разрыва союза с Богом. А сатана что сделал? А сатана что сделал? Сатана что сделал? Что сделал? Он все разорвал союза с Богом? Он все разорвал союза с Богом. Почему он разорвал? Да и это другое дело. Это другое дело, это другое дело. Это другое дело. Почему он разорвал, другое дело. Это другое дело. Мы об этом будем говорить. Почему разорвал? Как определение священника? Не послушался. Не послушай, не послушай, это грех. Это сам по себе. Это вид греха только. Но когда общее определение, что такое грех, это значит, что человек разорвал. То есть, когда он находился с Богом, он дух свят. Когда он ушел от Бога, он стал грешен. Ну и здесь разговор кончен. Здесь разговор кончен. Он вообще, грех это ничто. Но он разрывается из Бога, что это и грех. То есть, просто мы уже, и понятие греха у нас стало после разрыва с Богом. До этого у нас понятия не было греха. В районе не было понятия греха. Я подчеркнулся, то есть, это состояние может быть только в свободном состоянии. То есть, мы лишились именно в этой точке, мы лишились свободы. Именно тогда, когда все снялся в день, мы вновь получаем свободу. А там идет дальше уже следующее наше. Пожар, пожар, пожар. В мир о грехе. И называется только один грех. Это ничего не поясняет данную мысль? Ну, ну, какое грех? А грех это не веро? Правильно. Ну, правильно. Это грех, нет, грех. Не вере в Богу, не благодарность в Богу. Петя, Петя. Это разделило себя с Богом. Правильно, правильно. Грех появляется после разрыва. До разрыва греха не было. Наоборот, грех не может появиться. Друзья, друзья, тогда выходит, что в царстве Божьем, в раю был грех. Не было греха. Значит, без греха получился разрыв, а потом уже получился грех. Без греха не может быть разрыва с Богом. Нет, раз получился разрыв... В результате греха. Нет, нет. Грех получился в результате разрыва. А разрыв сам собой получился. Без греха. Да, разрыв, разрыв, вот это и есть, есть признак нашей свободы, которая неправильно употреблена. А неправильно употреблена. Почему? Потому что разрыв союз Бога. Только когда мы находились с Богом, были мы грехами? Нет, где были грехи? Нет. Разорвали союз, мы понимаем, что такое грех. До этого мы не имели понятия. Мы не имели понятия грехе. А по твоей теории выходит, что грех существовал до нашего разрыва с Богом. Этого не может быть. О грехе как таковом мы говорим только после разрыва. А по-моему, это в один момент происходит. Грех и есть разрыв с Богом. Это сам процесс. Это сам процесс. Конечно. Да, пожалуйста, пожалуйста. Грех открылся заповедью, законом и прочим. Ох, молодец, молодец. У нас смерть была до заповеди. У нас вопрос мы разобрали крест лицов. И у нас вопрос дальше идет. А какой же наш крест? Вот, это мы не будем к этому, потому что я и хочу, чтобы вы выехали. Но потом он стоит, что вы милая смотришь. Да, да, нет. Петя, 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 вы истина, истина. Ты только, значит, сегодня ставишь вписоколитник. Не ставишь вписоколитник. Вписоколитник. Как ты? Володя, пожалуйста. Я могу подсказать. Сейчас нам не можно эти вопросы выбирать. Потому что если мы сейчас в этом будем облубляться, мы будем ходить все дальше и дальше от темы. Потому что что такое грех? Мы грех узнаем после того, как разрывается. Ты знаешь, как он ушел в небытие? Он не пропадает в мире? Не пропадает. Вот поэтому я и хочу направить вот в эту росту. А, так это был второй вопрос. К этому мы и сделаем. Поэтому я и сделаю. Я просто хотел, так сказать, вывелось как-то тут. Значит, ну давайте, значит, четко, четко формулируем свои мысли. Значит, крест Христов. Друзья, это значит уничтожать смерть, потому что смерть – последствие греха. Так? Значит, что такое грех? Это то, что вошло в нас после разрыва союза с Богом. Но с Богом мы были святы. Без Бога мы стали грешными. Так? Так мы четко, да? Ну а теперь пошли дальше, чтобы уклоняться в сторону. Значит, что же такое, что же такое для нас взять свой крест? Христов и сказал. Вот мы сейчас выясним, что такое крест Христов. А Христов сказал, кто не берет креста своего и следует за мной, не достоин меня. Ну, крест Христов ясен. А что такое наш крест взять? Я беру свой крест. Христос берет добровольно крест, и мы добровольно крест берем. Тоже, и крест добровольно может только браться. Что это значит для нас? Можно попробовать? Да, пожалуйста. Но я хочу тут вот и вывязать как-то с этим вопросом, да? Ну, пожалуйста. Думаю начать с того, что Христос взял грехи мира на себя и сказал, я есть путь, истина и жизнь. Кто не оставит от твоей матери, не возьмет крест свой, не пойдет за мной, тот не достоин меня. Что это значит? Что это значит? Что это значит взять свой крест? Что это значит взять свой крест? Это значит понять через жизнь Христа, что мир возле лежит, что мир грешен и что сам человек грешен. Очень хорошо, очень хорошо. Это значит поступать в соответствии с Божьей волей, которая действовала в Христе, которая дала Ему власть. Володя, можете остановить себя немножко. Значит, понять, что мир возле лежит. Для того, чтобы понять, значит, чтобы не было греха. Следовательно, раскаивается над грехом, чтобы освобождаться от греха. А вот и тут мы с Достоевского мысли как раз и хорошо очень привести, в том смысле, что дело зависит от двух компонентов. От делателя, от кто делает и из чего делает. Вот тут самый важный упор, что мир возле лежит. С чего надо начинать? Нужно начинать с себя, с своего креста. И как мы говорили, просто мысль как раз на воздвижение вас спустила. В покаянии. Да. Что такое крест? Взять наш крест, это значит раскаяться. Это значит раскаяться. Тогда любое страдание становится уже для нас исключительно. Не с гордыней нести крест свой в мире. Из-за того, что вот я такой-то такой, я иду против истории, я иду против всего, чего существует. Ибо сказано, отдайте Богу Богу, Кесарю Кесареву. В соответствии с этим нужно покаяться. Вот именно грех этот внутри себя, в разум свой, как Исаак Сирианин говорил, в разум свой, посмотрите, какой змей он есть под колодной, там в глубине своей понять, покаяться вот в этом разуме, и идти, так сказать, крестным путем уже вслед по дороге, указанной Христом, который взялся из-за креста на себя, истинной жизни. Вот так я думаю. Да, 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 хорошо. Значит, еще, значит, это укладывается. Самый главный вопрос покаяния. В прошлый раз я его не совсем понял, но именно вот эта вот ключевая сторона крестонесения. Вот эту мысль батюшки открылся на воздвижении, вот на вселенную, да? Он даже написал во время службы эту мысль, что начинать крест свой нужно нести исключительно с покаяния. Да и вообще все, что сейчас нужно делать, и тем более в России, это покаяться. И начинать именно с покаяния. Что такое покаяние? Никто из нас до конца не понимает всей глубины этой мысли. Покаяние, это, так сказать, вот приведение тебя в состояние, если так можно сказать, спортивными мерками, в состояние такое, когда ты можешь взять старт, что ли, в крестонесении своем, в наиболее полном смысле этого слова. И правильно пойти в соответствии с твоим... Действительно, Владимир, покаяние, что это покаяние? Вот на меня свалилась беда. Я что? О, Бог несправедил, меня наказал. Я сразу говорю, а значит, это мне за грехи. Я должен в них раскаяться. И тогда крест, который свалился у меня, становится для меня очистительным. Да. Вот таким предсказанием мы идем за Христом. И еще один интересный вопрос в связи с этим. Покаяние всегда должно перерасти в крестонесение, то есть взять крест свой. Но целью этого покаяния, крестонесения, все-таки должен быть отказ от себя, как не парадоксально здесь, а поступать по Христову, по Господнему. Чтобы только Господнее и Божье осталось, а свое личное в конце концов должно истребиться и отпасть. И вот это будет гореть в воду. Нарушеный союз разрыв от слова соединиться с Богом. Поэтому вот важный момент. И так же, мы соединяемся с Богом. Из покаяния через крест свой, через любовь, через страдания, прийти к тому, что есть от Бога в человеке. И оставить все, что есть от греха, от человека. Вот так, я думаю. Вот такая. Хорошо. Ну, теперь уже, я думаю, что выяснили вопрос, и теперь можете говорить. Я могу зачитать мысли, которые... Да, да, да. Слышите? Знаете, можно я скажу, что мне понравилась эта мысль Володя? Я вот, когда он начал говорить, что нужно понять, я сначала показал, что здесь вот разумное начало присутствует, оно, ну, не играет исключительно роль спасения. Но вот потом я понял, что это очень важно, потому что есть заслужение по делам. То есть он действительно понял, что это заслуженное. И покаяние в таком случае действительно будет не лицемерным. Все, что человек там на него сваливает, он просто лицемерный говорит, ну, мне Бог наказал. А он действительно будет считать, что он этого заслужил, и это правда, действительно, которая вытекает из его грехов. Это уже такая интимная сторона, которая только каждому ясно, как он взял, как он, это такая, каждую, каждую посуду, именно тут и сказано, свой. Свой, да. Свой. Ничей, либо... Это уже, это, знаете, примитивно. Каяться, это значит я. Я каюсь. Каяться, нет, нет, это и осознать, это и избавиться, и избавиться от греха. Вот что дело. Какое покаяние, когда я в том же грешнике являюсь? Это не покаяние. Покаяние, это когда у меня нет уже греха. Вот что дело. Но поскольку мы находимся в мире в процессе, в нашем процессе все это дело, то у нас есть и смерть, и грех, и все остальное. Но самое главное для нас, что у нас есть та благодать Божия, то, что Христос разбил силу греха. Он не имеет той силы, чтобы мы, согрешив, умирали вечно. Он не имеет. Мы, согрешив, раскаемся, мы обретаем, обретаем. А тогда и покаяние само-то еще не было силы, не имело без Хреста. А вот еще можно добавить. Да, пожалуйста. Но это, почему? Почему? Потому что вопрос этот, это для размышлений. Поэтому, когда обычно, в храме обычно, что такое взять крест? Такое взять страдания свои. Все за Христом. Прозитивный ответ. А вот сейчас мы разобрали, что без покаяния нет Хреста. Если мы не берем крест, если нет покаяния. Вот еще что. Ну, а теперь можно, в общем, главная задача выяснена. Выяснена. Главная задача выяснена. А теперь уже свободная творчество. Вот дальше. Что нам лично делать? Игорь ставит вопрос другой. Что нам делать? Что нам вот в данное время, что нам делать? Вот буквально я задаю вопрос. Вот я прочитал сегодня. Что значит носить мертвость Иисуса Христа в себе? А что значит смерть Христову? Нет. Смерть Христову. Что значит смерть Христову? Смерть Христову убила грех. И вот эту мертвость, которую убила грех, значит носить святость. Носить святость. Это не святость. Потому что раз грех убит, значит есть святость. Это не святость. Правильно? А вот он на леппал в хост попал. Я решил, что не знаю, что он распятого. Вот почему нужно. Носить. Он распятый сел. Убивает. А что? Распят. Представьте, что такое распят? Убить. Что убить? Христов или кто же был? Убить грех. А раз грех убит, значит что нам вместо этого получается святость. Воскресенье, жизнь вечная. Естественно, потому что грех в себе не в смерть. А раз убитая, значит есть жизнь. Заполнена мешком зерна. Все новое, но вопрос новой идеи. Там ты тогда состоит человек. Друзья, друзья, друзья. Давайте вы увлекаетесь. Люди очень увлекающие. Можно я там такой темно? Подожди, подожди, подожди. Вот, давай, стандарт, возвращайся. Вопрос поставим четко. Что делать? Это вопрос и юноша, который поставил, «Что мне делать, чтобы достигнуть жизнь вечную?» Христос ему все сказал. Всполни завтра. Я говорю, без полности. Тогда ему сказали, что продай, раздай нищим. И следуй за мной. То есть в самом деле от всего откажись. От всех грехов откажись. И следуй за ним. То есть не секрет свой. Это естественно. Так вот, но тут это общее слово. А тут Игорь поставил конкретно, что мне вообще делать, а что мне лично делать. Что нам делать в наше время для того, чтобы нам... Вот что нам делать? Вот отсюда давайте теперь работать. В этот вопрос. И не увлекаться, а совершенствовать все остальное. Что нам делать? Значит, конечно, если достигать совершенства, все правильно. Раз достигнуть совершенства, значит, нет греха опять-таки. Значит, это все, что вы считаете. Но это общее слово. А вот процесс, как совершается процесс. Вы хотите что-то сказать? Вот отсюда, для того, чтобы что нам делать, значит, сораспяться Христу. Раз распялся Христу, то крест Христу, крест наш, сливается воедино. Воедино. Я распял вместе со Христом. А раз я распял вместе, то с ним вместе и воскрес. Вот, Сань. А еще у меня прислали, что интересно. Да, да, интересно. Пожалуйста, пожалуйста. Ну вот я еще что говорю про процесс, что делать? Я хочу дать ключ. Вот мы начали с покаяния перед тем, как дать тренировок. Но, вот в чем весь парадокс. Покаяние должно присутствовать постоянно на всем пути креста Мишени. О, молодец, молодец, молодец. И только так можно нести правильно крест свой. Покаяние должно постоянно присутствовать с целью выработки в себе смирения. Настоящего смирения и настоящего осознания греха, как это происходило, скажем, в жизни святых. С какой целью это делать? Потому что чем больше, скажем, святой, если мы возьмем житья того или иного святого, посмотрим, чем больше он возвышался в совершенстве, чем больше он к Богу проникал духовным зрением, тем больше он осознавал, что он грешный человек. И тем больше он каялся в грехах именно в твоих. Хотя много творил больше. Вот в чем весь парадокс. Покаяние и смирение по восхождению к Богу все время увеличивает. Поэтому вот и наш путь. А что это послушание наше? Послушание наше, когда мы говорим, а вы все послушайте. Ты приказал тебе послушайте. Мы их превращаем в юридизм. А он как смотри, как с покаянием, смирением, послушание, дальше пошло и пошло. Почему? По своему опыту могу сказать. К смирению прийти трудно, например, Потому что гордыня мешает и переносит все время аналогию отношений между людьми, между сатовой и Богом. Вот поэтому гордыня мешает, скажем, прийти к миру. Гордыня мешает покаяться по-настоящему перед Богом. Но это не есть отношения между людьми. Тут очень вредно проводить аналогию между отношениями к Богу и отношениями между людьми. Вот это самое главное нужно понять при принесении. И отношения к Богу должны быть исключительно как к любящему тебя, такой необъятной любовью, Которая передает тебе возможность нести крест, каяться постоянно и смиряться перед такой любовью. И любить, и любить, и любить. Вот такая вот. Это начался у нас процесс творчества. Процесс творчества. Мы удовлетворялись одним словом. Теперь начался процесс темы, где ты, и философ, и поэтов, и писателей. Может быть, может быть, может быть, еще. Да. Я о чем хотел? Я имел в виду эту мысль. Я имею в виду распинать свои грехи, но будучи свободными, получил благодать Божию, мы уже не страдаем во грехе, а боремся с грехом. И из-за Христова становится благим. Подвести его на меня, и научитесь меня как роток, и смирен ей с сердцем вряд, и походу к Аббасу. То есть, получается, что если он один за грехи, и всего мира пострадал, то и весь мир за свои грехи пострадает, то тогда стреляние в крестах произойдет. Тогда мы со смирением принимаем крест свой. Батюшка, почему? Еще в чем дело, что когда мы находимся под грехом, мы не свободны. Мы не свободны. И когда Христос убивает грех, то дают нам свободу. И если вы будете свободны, когда освободит вас Христос. И мы уже, даже и покаяние, все становится свободным. Не по принуждению, палкой не бьют, не загоняют, а мы свободно к этому идем. Отсюда все становится до смерти. До смерти недоходящие. Не понравилось моему выступлению то, что, скажем, я по отношению к Богу, покаяние, вот так, понял, 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 ты просто мой слава бы сказал, проявляю, а по отношению к человеку нет. Это не цель, потому что, во-первых, Христос дал нам завет любви, состоящий из двух таких аспектов, неразделимых, любовь к человеку, ближним на любовь к Богу. Слово мир, когда Толсой писал войну и мир, это уже очень сложное слово мир, там несколько, так сказать, вариантов. Так и тут смирение. Смирение, во-первых, как привыкли мы его говорить, что это полное смирение, так сказать, вот, с миром жить. Но с кем с миром? Во-первых, с Богом. Во-вторых, в конце концов, с собой. И в-третьих, в конце концов, можно сказать, с людьми, с миром. И вот тут-то вот, вот эти вот стрички, и не подставьте вот этого слова, так сказать, и раскрывают, так сказать, вот полное совершенство смирения, как таково. И к людям, и к Богу, и к земле. Это здорово, это надо записать. Смирение, значит, примириться с Богом, примириться с собой, потому что у нас разделение тоже, и примириться с людьми. Хорошо, хорошо. И с миром, так. А, и с миром, и с миром. Вот я с кем-то, у меня Иоанна Кристиана, там, как говорится, что вот это, гневайтесь на Викшайте, здесь надо понимать так, что гневайтесь на грех. Вот, а в другом не сказано, что гнев мужа правды Божьей не соделывают. То есть гнев не как состоящий, а гнев на грех. Давайте, чтобы примерим Игоря и себя. Игорь и себя примерим. И что за другой правильную мысль высказывают? Только надо дать значение этим мыслям. Что, в самом деле, гневайтесь и не согрешайте, это не значит показывать раздраженный свой характер. Гневаться и не согрешать, не быть равнодушным, допустим, к такому-то преступлению. Да, к преступлению. Но не доводить это преступление, чтобы бороться с грехом, таким же оружием, как и, то есть, на место греха должен поставить правду, добро. Вот тогда будет не согрешать. Вот, но он поставил вот какую-нибудь хорошую. Я уверен, что каждый человек имеет свой характер. Как это, санвиник, меланхолик и так далее. И так далее. То есть, вот именно как раз, как раз нельзя, значит, я смиренно, я сложил ручки и ножки, и стою так. Это я не смирился, а просто закопал себя. А я вот хочу движение иметь. Если я движением этим ударил печенью, то это уже движение гнева и согрешает. А если я его не ударил, значит, согрешает. Но поэтому, конечно, каждый, отсюда, если я, быть человек, скован, потому что что человек, то и характер. Цветок возьмите. Он, значит, каждый цветок неповторим. Так и каждый человек неповторим. Возьмите, значит, апостола Андрея, первого апостола Фома. Не увижу, не поверю. Увидел, поверю. А тот, говорит, следует за мной. Он, где-то, что я пошел за ним. Да, да. А апостол, апостол Петр, что говорит. Господи, я за тобой всюду пойду. Раз, а через несколько лет мне отказалось. Приказ отойдет меня с автомата, не соблазу. Что бывает? Вот это и есть характер у человека. Характер у человека, он, если он жерехом характер, то характер показывается худше. То есть и каждый по своему характеру грешит. Один грешит столько, другой столько грешит. Поэтому у каждого свой характер. И поэтому, конечно, характер надо свой выявлять. Не ломать его, а ставить на доброй основе. Не на основе греха, а на основе добра. На основе правды Божьей. Тогда каждый характер, он, как бы, то звездочка светится, то луна светится, то еще что-нибудь. И все. И звезда звезды отствует в славе своей. И каждый человек имеет свою особенность. Особенность. Поэтому есть горячий, есть меланхолик. Есть еще, я выражаюсь, как... Сангзинник. Да, сангзинник. Нет, я говорю, выражаюсь. Как это в этом... Как это называется наука? Какая? Психология? Психология, да-да. Психология, психология. Психология. Вот, да. Поэтому, конечно. Теперь вот такой вопрос, значит. Да, подожди, друзья. Вы очень легко уклоняете ссор. Ры-ры-рс, все разбежались по всем углам. Что делать нам? Ты поставил очень четко вопрос. Что нам делать? И вопрошаю всех. Да. Вот. Поэтому начали высказываться и сразу перелезали на другие вопросы. Давайте-ка вот к этому вопросу пойдем. Что нам делать? Может, вот так его вопрос-то есть? Что нам делать? Конечно. Володя ответил. Там он говорит, что постоянное покаяние делал. Ну, о деле он с вами ничего не сказал. Поэтому он мне не проговорил. Да. Вот, Володя, я тебе поставил вопрос. Заниматься ли тебе философией или не заниматься? Нет, я так... Завтра дышать тебе или не дышать? Что нам делать? Философией я заниматься не буду, а я буду заниматься духом, а философией как следствие, пускай, произвести. Другое дело, это через философию твою выражается дух твой. Выражал их? Да, если дух твой, то через философию, это средство выражения через философию. Это не цель, это средство, и пост у нас, это не цель, а средство. Средство, это средство выражения философии, назначение твое. Быть со Христом, а не быть философом. Правда? Быть со Христом. Вот и назначение. Ну, давайте с недоконки до трех часов ночи. Пойдемте разобрать, как мы учим свой крем на беседах. Вот, конкретно, как батюшка несет, как мы несем. Нет, это же слишком, слишком прощательно. А что? Кватарного терпения, дорогая? Нет, конкретно. То, что вы... Вы хотите заколать кого-то в чай, а батюшка чувствует свободное. Патюшка, я могу сказать? Я думаю, что надо дать слово, потому что медицина к здоровью имеет отношение, к жизни, поэтому вот это очень хорошо. Пять минут за пять минут. Значит, крест свой я начал нести больше всего. Ну, в общем, всегда приходилось нести, но наиболее такие просто короткие моменты отсутствия времени. А когда ты зарезал человека? А что это крест? Ну, я честно признался при всех, что я много спас, но много я и загубил. Ну, в общем, спас я в несколько раз больше, чем загубил. Понятно. Не хвали. Ну, я просто... Нет, я не хвали, я просто статирую факт. Я хотел спасти, но я, в общем, погубил. Ну, ладно, ладно, ладно. Да, я хирургом всегда был. Да, да. Ну, вот. Значит, очень... Значит, я начал... Наиболее интенсивно пришлось нести мне крест в 62-й больнице, где там, значит, это... Вот, больных эксперимент проводились, там... Вот это вот боль... Боль тяжело, крайне было тяжело. Я вот все время, каждый день... Ну, там и онкологические, химические препараты использовали. Я каждый день молился, я просто не мог просто, ну, порой, но я просил... Боже милосердный, дай мне возможность дотянуть, вот, скоро я могу уйти оттуда, чтобы... Да. Значит, ты просил Бог, чтобы избал тебя от креста твоего. А как же? Да нет. Нет, нет, очень нет. Вместо того, чтобы раскаяться в свои греха, значит, стараться делать, ты просил Бог, избал меня от этого. Нет. Значит, у тебя не было смирения? Не смирялся? Нет. Бунтовал? Я смирялся, брат. Скажи, тебе легко говорить? Да. Нет, я не говорю, что, значит, легко там или нелегко, но там было, в общем-то, мне ранее тяжело. Каждый день начальник коммунистов, он под наркотик... Ладно, 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 ладно. Каждый день... Ладно, ладно, ладно. А мне свой крест причем. Ладно, это ничего. Но ты скажи вот что, когда ты ушел оттуда, ты что, стал лучше или хуже? Тебе прибавился крест или убавился крест? Мне прибавился крест, потому что я написал письмо с просьбой разрешить мне открыть фазорасчетную поликлинику на коллективных началах. И меня после этого арестовали и суд подержали. Я считаю, что крест у меня увеличился и потом меня, значит... И ты все время, так сказать, просил, чтобы избавился крест, а крест увеличился. Значит, не было... Не, не избавился... Он видоизменился у меня. Ну ладно. А ты будешь теперь работать? А ты будешь теперь работать? Как в твоем ничего школе крест твой? Сейчас как я несу крест? Да нет, вообще как несу. Ну как несу? Значит, первый я решил взять вот так вот, как освободился от 62-й больницы. Первым делом я пошел в детский дом, пришел и сказал, вы знаете, есть брошенные дети, никто к ним, родители не ходят. Разрешите мне ходить в детский дом, в каком-нибудь ребенке, кого вы со счете нужным. Они мне сказали, вот мы даем тебе ребенка, ты можешь к нему ходить. Я стал каждую неделю ходить к этому мальчику, я уже хожу к нему 4 года. Вот я взял на себя вот это. Вы его не усыновите, не возьмите. Но меня никто не разрешит. Почему вам не разрешат? Я стал сказать, что вот если человек крайне там нуждается и, в общем-то, больной человек, то к этому нуждающему больному человеку можно меня пригласить. Я не возьму никаких денег, я его посмотрю, значит, все необходимое лечение, которое... Я стал ходить, это я стал, меня приглашали, и бакисты меня приглашали, и православные приглашают, и старобрядцы свои приглашают. В общем, я, в общем-то, хожу, и всякое... Домой... Ведь тут приходится, если пошел к кому-нибудь, то приходишь, если зимой, не топлено. Значит... Тебе приятно это делать? Да. Приятно это делать. А где же твой кресло-то? В кресло-то, да? Трудно. Ты еще до ига. Нет, отче... А не растворяйте ты в своей гордости. Вот ты доброе дело делаешь. Мне приятно это делать, но в то же время, ну, вы возьмите, я посетил какого-то человека. Так, я приехал поздно домой, мне уже песку топить нет времени. Так, я всю ночь так протражал под одеялом. Ну, это трудно, это же неприятно. Ну, в общем-то, если меня спросили, если ты пойдешь, если опять идти, и вот будет такой путь, пойдешь, что ли, по нему, я скажу, я пойду по этому пути. Несмотря на все, в общем-то, трудности, я пойду по этому пути. Значит, ты взял этот крест твой доброгольно, несмотря даже если гордость возникает. Нет, ну, что делаешь, что делаешь, доброе дело. Гордись этим делом, что ты делаешь? Ну, к чему я должен гордиться? Зачем я должен гордиться? Зачем я должен гордиться? Хорошо. Еще добавить, что? Ну, там очень много может быть. Давай, давай, давай. Ну, ясно, как ты несешь твой крест. Кто еще, Савафин? Кто еще согласен, как? Кто еще согласен на этот вопрос отвечать? Как ты несет крест? Я считаю, Вася, это неправильно. Он поставил вот так вопрос, как будто покаяться и держать, как Володя сказал, постоянно поддерживать. Как будто это уже настолько простое дело, дальше стоит выяснить только, какие формы должны приобрести. Это дело очень непростое. А ты не сказал? А ты не сказал? Нет, я сделал такие выводы, почему? Потому что он говорит, что вот я покаюсь, а что дальше делать? Нам нужно постоянно удерживать покаяние. А что для этого нужно, чтобы его удерживать? Покаяние – это процесс всей нашей жизни. Не одного мгновения, а процесс нашей жизни. И кончается покаяние тогда, когда мы избавляемся. А избавимся мы только в стартный вес. А поэтому покаяние до самого последнего мгновения, когда я дышу, должен каяться. Если я не каясь, то еще в крест ведет насмарку. Хотел добавить, я прочитал тоже. Володя, ты хорошую мысль подал. Хорошую мысль подал, что для того, чтобы знать, как раскаюсь, потому что мы каемся иногда очень поверхностно. Какие грехи отцули нас наружу, то мы их раскаемся. А для того, чтобы раскаяться по-настоящему, надо понимать себя, в чем же ты согрешил. Если ты просто будешь перечислять такие, такие ты грехи, это еще и не значит, что ты отдельные виды греха перечислял. И не значит, что ты раскаялся, и бесчисленное множество грехов тебе остается. Поэтому для того, чтобы раскаяться, надо знать, в чем раскаяться. Значит, надо, впоследствии мы грехи узнаем, через завтра где Господь. Отсюда значит, надо, значит, завтра где Господь узнать. познавать себя больше, потому что я, говорит, я грешен. И вот я, как священник, знаю. И сам такой же, как другие. Приходят на исповедь. Ну, в чем грешен? А грешен, батюшка, во всем. А в чем? Да во всем. То есть не знает, в чем раскаиваться. И вот это самая наша главная беда. Значит, вот я добавил очень хорошую мысль, что надо знать А для того, чтобы знать, отсюда надо знать священописание. Оттуда всегда надо знать святых отцов. Отсюда надо знать богословие. Отсюда надо знать все. Поэтому примитивно понимать. А что говорит ваша ученая? Она ничего не дает. Я вот к Богу иду, я вот просто иду еще. И вот сейчас человек не знает. Не знает. А для того, чтобы знать, отсюда, отсюда, как обычно, говорят. О, мне это не нужно, я отцверкаю. Все нужно нам. Все, что в мире существует, все нам нужно. И все для чего-то посылается. Поэтому, поэтому, мы с ученой философии, смотришь, вот какой-то примитивный понимание, а он смотришь, раскрыл философию эту мысль, она стала яснее. И грех стал яснее нам. Вот в чем дело. Поэтому все, все, что необходимо, и поэтому, как и апостол Иоанн Богослов сказал, что не любите ни мира, ни того, что в мире. Это, говорит, не значит, что вышли вы из этого мира. Это только значит, что вы не привязывались к этому, и чтобы мир не одаревал вас. А всеми средствами, которые в мире, надо пользоваться. Такой вот парадоктальный получается вопрос. Что упознать себя? Не значит ли это дать тебе некоторую свободу своих желаний? Вот, допустим, Пимен Великий отвечал, значит, приучай уста твои говорить то, что у тебя на сердце. Вот это вопрос очень сложный, потому что, если человек настолько себя зажмет, что потеряет представление о себе, каков он, будет внешне только делать вот то-то, то-то и то-то. Для чего тогда сказано? Приучай уста и говорить то, что у тебя на сердце. Значит, если у человека сердце что-то свежит, чтобы у него была связь, чтобы он не раздвоился в себе, чтобы не ушло, чтобы это зло не съело для него недоступно. Ну, как может быть забуксовать, потерять сцепление с вами с тобой? Не знаю, я просто хочу поставить вопрос. А у нас есть только особый путь, а это тот же путь, как и у нас. А у нас есть так, что он провещает делать всю жизнь, на все, что тебе хочется. Конечно, это может привести к кому-то самопознанию, но ведь это же неправильно делать, что хочется. Правильно? Значит, вот этот вопрос как я тут поставил. Как это понимать? Что значит познать себя? Значит, почему вдруг такой какой-то поворот неожиданный? Познать себя это значит делать, что хочешь. Нет, делать, что хочется. Да, Я вот поэтому, 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 что? Да, говори, говори, то, что у меня на сердце, я буду говорить. Давайте представим себе буквально это. Вот, какие гадости на сердце? Если станешь все эти говорить вслух, то надо убегать, соблазны, а не сказано не соблазны, а другого. Поэтому, если мы все станем говорить, что у нас есть там, поэтому говорить надо искренне, но надо сделать выбор от того и дан нам ум. А в исповеди говорить надо все. Вот эти всякие гадости говорят, для того, чтобы вывернуть себя в самом деле. Вот, это другое дело. Поэтому познать себя это не значит все говорить, что он взбредет себе на ум. Познать себя это познать свое место, что ты должен делать, как. Я скажу это, а как это повлияет на других? Значит, я познать себя, значит, я должен нести ответы, значит, чтобы я своим словом не соблазнил другого. Правда? Потому что если ты будешь говорить все, что угодно, значит, ты не знаешь себя, ты носишься с собой только. Но не зная себя, познать себя, значит, действительно очиститься от грехов своих, своих грехов, и быть самим собой, быть, значит, в своем характере, быть в своих способностях, быть во всем. То есть, по сути дела, то есть, Бог ничего не отвергает, и как поэтому отсюда и мысль та, что не богатство губит нас. А как мы обращаемся с богатством? Да. Как богатство? Потому что Господь богатый, наградил нас всех богатым, мы все многое имеем, а как мы с этим богатством обращаемся? Ну, тут, по-моему, четкие есть критерии, один, Володя, я хотел добавить. Вот у каждого религиозного человека, у каждого верующего человека, естественно, он советник Божий, у него есть совесть. Это очень хорошо. И поэтому познать самого себя, это значит знать свою индивидуальность и знать, что есть от Бога. Может, я еще не могу сказать? Познать, значит, прислушиваться к совести своей. А она постоянно скажет, он скажет, я вот правильно сделал, а тут говорит, нет, это не то. Это исключительный критерий всегда у верующего человека, потому что этот канал работает четко. Советоваться с Богом. Да, через дефицит, совестник Божий. Это значит, жизнь с живым Богом. Да, жизнь с живым Богом. Жить с живым Богом. Советоваться с Богом. И тогда он называет, сказал бы, буквально в смысле слова, жизнь с живым Богом, это и есть наше спасение. Сейчас, вот говорят, сержание Святого Духа, при всей технике, которая была, мы не сможем сейчас в этом динамичном мире до конца. Но если мы будем каждый момент видеть перед собой Отца нашего Небесного, и будем отчитывать, который есть и Христос, потому что, в общем, это образ Божий и в нашем сердце он есть. Но мы будем каждую минуту видеть, ничего не будем делать. Ага, я хочу украсть книгу. А Христос на меня смотрит. В буквальном смысле слова вообще не прозвать раз. Нет, не буду брать. И то, что раньше я делал, тайны иногда, зловредные, смотрелся на себя в зеркало, как любят всем, или другие там, или что, вдруг начинает у тебя исходить, потому что ты чувствуешь, что любящий лик Отца смотрит на себя, и каждый раз он тебя прозвает, такой любви, ты говоришь, ради Отца не буду делать. Вот это страх Божий. И вот сегодня мне как раз и пришло вот это вот мнение. С другой стороны, Христос антиномичен. Смотрите, он говорит, держай щель. Дальше смотри. Тот, кто подобит душу свою ради меня, тот, кто сохранит ее, тот, кто сохранит ее, погубит. Антиномичность Христа, смотри, ты говоришь, сохранить щель. Некоторые говорят, вершины беспрактики. Вот, например, встать и в нирвану опуститься. Нет, вершина это делание, но делание с живым Богом, во имя и себя всегда. Ты обязательно согрешишь при этом, потому что ты не знаешь всей боли Божьей. Не говори все через это. Но для этого тебе и дал Господь рядом же, рядом рассказ, мне приди и скажи, Отец, прости меня, согрешил, как мытарь. Все. И он тут же прощает, потому что все грехи прощены от мира о Христовом. Вот я думаю, вот эта вот практика живого Бога, мне кажется, сейчас то, что нам не достается особенно. И когда мне в восточном православии, часто вот это, кстати, Катя Александрович Мемина очень хорошо прискользнула таинство православие, она, кстати, у нас принята, и хорошо принята. Знаете, канадского священника. Он там говорит, сейчас слишком влекли все добротолюбим в восточном православии. Читает и смотрит, куда надо смотреть сердце, где вы увидите свежим Богом. Нет, говорит, а куда Бога вы живете? Вы уже опять в сердце смотрите, а Бог-то перед вами, кругом, вокруг нас. Он во всем, каждый вечер он говорит, а сердце есть. А он, ну, сущи свет всем, буквально. Ну, керпику не надо. Я буду вот так вот молиться, но... Нет, веще дело, веще, веще. Игорь, Игорь, увлекайся немножечко. Когда говорится о добротолюбии, то добротолюбие описалось определенными людьми. Люди, которые, ты как ученый проходишь свой путь, они как монахи проходили свой путь. И они своим языком выражались. Поэтому добротолюбие надо считать не то, чтобы буквально копировать там. Вот они смотрели в сердце, это их метод был. А ты будешь иначе делать. Допустим, или иначе. Сколько как, Господи, Господи, где вздохнуть и все такое. Это только был метод их. Ты будешь иначе делать, но ты опять будешь делать то, что они делали. Поэтому не надо, не надо, не надо бросать камешек и, допустим, добротолюбие. Добротолюбие это величайшая книга. Это величайшая книга. И тут только ты делал здесь поставку, что ты не должен читать любого. Ты не должен ее читать так, чтобы забыть, в каком ты положении находишься. И какой меры ты должен мерить. Потому что сколько ты можешь уместить. Ты можешь не уместить того, как монаха, а ты вот как другой уместишь. Поэтому опять мера. Почему я тебе говорю? Из практики со мной встречаются. Вот новообращенные христиане часто очень встречаются с ними, я прямо теряюсь. Они так хорошо знают, и сразу говорят, ага, вот здесь ты сразу читал, здесь ты сказал неправильно, вот здесь ты грешный. И прямо на ходу поправляют тебя. Такие все ученые стали. И никто не говорит о живом Боге. Просто вот прийти, скажем, пойдем с тобой, посидим, кофе попьем и поговорим о жизни. И вот это вот слово любви выходит через это. Вот простое отношение с людьми уже Бог живой с вами. Потому что вы христиане. И не надо никакой техники. Понимаете, я что почему говорю? Что покой не справится. Нет, вот ты уже не прав. Когда ты говоришь не надо никакой техники, ты не прав. Между людьми не надо, когда вдвоем. Вот когда ты свои опыты ученые там раскрываешься, тебе нужна техника или не нужна? Ну, не нужна. Нужна. А почему монаха не нужна, другая техника? Ну, не нужна, но когда вдвоем, когда с этой встречи мы не говорим другому. А когда... Вот это вопрос другой. Когда мы находимся при встрече, то мы один на одной вышке стоять, другой на другой вышке стоять и перекликаемся. А вместе мы как мы должны сойти и садиться вместе и говорить на нашем вот таком современном языке. Он прав. Вот в житиях подъемников они очень строго в жизни были, но когда к ним в гости кто-нибудь приходил, они отменяли весь устав, так что пришельцы даже не знали, как они молятся, как они питаются. Они ловили и они специальную похлевку, все кормили. Они даже удивлялись, что они такую легкую жизнь ведут. И настоящий монах не тот, который вот забыл от человека только вот букву выполнить, а настоящий монах тот, который через эту букву приходит к любви к человеку. И вся задача, как это из других житий святых есть, когда помнишь, шли ученик и значит старец и зашли к одной дамичке, которая во время поставила силы мясом. Он хотел, что вкусно я не пишу, давай принимай то, что тебе дают. Он и принял, ну естественно пищу то вкусно, было хорошее, и надо попить. Он и рыс к воде. Нет, пить то без мяса. Нет, это мы мы не хотели обидеть человека, мы проверили его, а теперь-то потерпи жажду. Вот, я не понимаю. Поэтому, Владимир Владимирович, а это началось тут, куда ты, вдова, ты вынесла мне мясо, я сейчас не мясо. Все, судил человек, не получилось, начался разговор и ничего. А представьте, другое положение, другое положение, господи, я что кормил себя, сейчас, похоже, я могу. Сама кормил, понимаешь, и они как, они даже не упрекнули меня. Знаете, насколько отложит ей в душе сразу. Вот, поэтому, как сказать, надо с любовью друг к другу подходить. Вот поэтому, когда мы не кулем никто, христиане, это откровенный дух святого. Ну вот, живет мой товарищ, носит, сигареты, пачку и спички. Он идет два часа ночи, бежит человек, расстроенный, и злой даже может его побить. Слушай, есть у тебя курики? Пожалуйста. Это вред маленький, казалось бы, тоже как поесть мясо. Но он устанавливает себя следующее. И человек уходит, и он говорит, спасибо, брат, на что ты меня выручил и пошел дальше. Дальше, но то, что задача твоя, он уже забыл о том, что подожди, 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 Игорь, подожди, профессионализм. Ты выполнил задачу, чтобы не обидеть человека. Слушайте, ты выполнил задачу, чтобы не обидеть человека, но ты не выполнил задачу ту, что курение для него вред. Значит, ты должен был побороться и с этим грехом. А вот это такое дело, что ты не должен, не должен, нет, не должен делать. Во внимание. За это, я хочу сказать, что я хочу сказать с тобой. Господи, я ему дал это, прости меня, а ему, а ему помоги избавиться от курения. Дальше, дальше ты, значит, встречаешься с ним. Помнить всегда надо, что он носит себе грех. Как к нему подойти, чтобы он не курил? Если ты ему будешь упрекать, он будет продолжать курить. Как ему? Ты начинаешь сталкиваться, ты начинаешь ему книжку какую-то подлиться. Смотри, какой вред курение. Да, да. Да. Вот таким путем, что это значит, не просто, я выполнил одно, ну и все, я свободен. Я согласен, бать. Вот единственное, почему я хочу сказать, один из знакомых наших, Валерий, вы знаете его, Монинский, вот он, в частности, когда к нему подошли четверо, очень разъяренных, но может быть, даже и сознательно подошли, чтобы спровоцировать. Когда он стал им читать лекцию о вреде курения, то они сломали дворе Брауна, мне вместе пролежали. Он не по христианству поступил, можно сказать. Огромостил. Он не по христианству поступил. Видите, как вы делаете? Видите, тут уже, конечно, вопрос какой встает? Да. Какой вопрос? Вопрос промысла Божьего. Да. Потому что, что в нашей жизни бывает, ничего случайного не бывает. Поэтому, в промысле Божьем, как избавить это Валерия от того-то? Ага. Значит, промысль Божий попускает ему, чтобы ему сломали два ребра. Попускает. Но через это он начинает другое еще познавать. Вот. А те, которые сломали два ребра, тоже для них не проходят даром. Они начинают, или судей, или что. Вот в этом промысле Божьем ведет так, через такие замкнуты, через каналы, через все он ведет нас к спасению. Да, пожалуйста. Отче, вот я очень не согласен с тем, что Володя сказал о том, что, значит, нужно говорить то, что он привел слова, да, не свои он сказал. Ну, значит, о том, что есть на сердце, что говорить. Вы возьмите меня, отче. Я вот работаю уже 17 лет, со временем у меня раковые больные, я всю, всю свою деятельность врачебную я занимался тем, что я их обманывал. И мало того, вот я помню такой случай, что я пришел домой, ну, что на душе что-то вверхелось у меня в голове, а я пришел и стал молиться. Я просил Бога, ну, научи, как мне обмануть вот женщину, она, врач, у нее удалили грудь, и как я обмануть ее, что она поверила, что у нее нет рака. Я молился, молился, и наконец-то мне пришла в голову мысль, я ее обманул, я там, значит, как обманул? Я обманул ее следующим образом. Я, значит, договорился с мужем, так, и, значит, муж нанял артиста, артиста, значит, артист разыграл сцену, мной уже разработанную, она была, значит, суть этой сцены такая, значит, он вроде приезжает мимоходом мимо Москвы, так, и звонит, заходит к нему, и вот когда они жалуются на том, что, значит, случилась вот такая у них беда, вот ее прооперировали, он неожиданно вдруг рассказывает историю, что вот в Ростове-на-Дону случайно, по ошибке, значит, одного врача, ну, он просто препарат смотрел, удаленный, и поставил диагноз рак, а когда уже ногу удалили, оказалось рака нет. И вот он привел этот пример, и после этого, значит, сказал, а у вас вот операция правильно ли сделана? А может и у вас тоже так же ошиблись. И эта женщина-врач, она через неделю, она побежала и стал просить вот эти стекла, стеклопрепаратов. Ну, а ей заведомо, мы его, в общем-то, ну, в постройке дали геостролюд на другие стекла. И она пошла там по своим знакомым специалистам, мне сказали, знаете, тут очень близко к раку, а рака нет. И вот она, когда, значит, это все пережила, она, значит, очень обрадовалась всему этому, и вот даже умирая уже через несколько лет от рака, она тем не менее не верила в том, что рак так считал, что у нее воспаление легких, и она спокойно умерла, никого не мучила. как теории. Твоя теория очень правильная, но она построена немножко на обмане. На обмане, на обмане, на обмане. Только вот в чем дело, потому что вы главную цель преследуете толстым, человек не волновался, человек умер более облегченным от страданий своих. По-моему, я греха не совершаю. Да, подожди, подожди, послушайте меня. Не страдания, а страдания причудны. Да, да, страдания причудны, все такое, но все это, знаете, понимаете, в чем дело. Это все правильно, но остановиться на этом опять-таки нельзя. Представьте себе, человек умирает. Умирает от рака, допустим, он облегчен, он все успокоит себя, но у него рак, тут не только этот, а рак может греха есть. Поэтому заботиться об облегчении, чтобы он легче умирал, надо заботиться об облегчении, чтобы он и помнил свой рак греховный, от которого в первую очередь можно, когда человек, переключишь его на мысль, что надо вот раскаяться, то он забудет про свою земную болезнь. Все забудет, поэтому я думаю, что останавливаться, это правильно делаешь, но останавливаться только на этом нельзя. Вы же скажете, это человек верующий. А если верующий, значит, забота наша о том, чтобы он стал верующим. Вот, понимаете, понимаете? Потому что ситуация для этого благоволит, что называется, да, что так выходит, критическая ситуация. Не в ищем дело, вот что я хочу сказать, какую мысль хочу сказать, что всегда смотрите, как говорит Кузьма Протков корень. Что необходимо для этого человека? Не просто обмануть его, чтобы он умер спокоен, а для этого человека необходимо, чтобы он спастись, получил спасение вечное, что он был со Христом. Поэтому наша задача, для того, чтобы действительно, если мы сразу убьем его всем открытием, то ему некогда будет уже каяться, потому что мы убьем его. Поэтому наша задача, конечно, чтобы его поддержать, в его, так, что он не знал, допустим, о раке. Но на этом не остановится, надо же это, а этот человек дальше смотреть. А какой рак у него? У него не только этот рак, а может быть рак еще греха. И, как мы говорим, все болезни все наши, от того, что мы согрешили. Значит, как это одна врач мне говорила, говорит, я, говорит, вот тебе дам лекарство, оно, говорит, поможет тебе. Я, говорит, все-таки вспомни, может, о грехах какие-то тебе есть. Вспомни, сходи, к тебе, говорит, за год, все покажется как следует. Вот, это будет, и то, и то хорошо. Вот, будет хорошо. И человек начинает работать всесторонне. Всесторонне, да. Так что, на одной мысли останавливаться нельзя. Что, вот я обману ее, вспокою, она вспоконует, и я свободен. Какое доброе дело и делаю. Еще не все. И, может быть, обманул, как раз усыпил ее совесть. Может, это тут очень сложно, но как надо подойти к человеку внимательно со всех сторон. Да, пожалуйста. Значит, отче, тут вот, в общем-то, в нашей медицинской литературе, там, значит, в случае, когда тяжело, очень болен душевный человек, не психически больной, а душевный, но вот у него вот плохое очень настроение, и прочее, то, в общем-то, большая часть специалистов, они советуют даже неверующим людям слушать, как православную, как и католическую музыку, что она врачует, раны душевные, она врачует. Ну, конечно, абсолютно, когда неверующий человек, так, особенно член партии, когда ему, значит, не надо, не надо, ты, что брокко назваешь, член партии, он больше человек, образа подобия Божьего. Не надо, партии тоже ничего не... Беру слова назад. Да, вот все. Не надо, просто это не надо. Ну, первое скажешь ему, конечно, а вот вы, ведь эти вот определенные, ну, назовешь пластинки, вот такие-таки, так, значит, призваны всем миром, как произведение искусств. Вы послушайте. Иногда бывает так, что они послушают, действительно, да, коль весь мир признал это произведение искусств, для них, значит, авторитет вот эти, искусствоведа, и он начинает слушать. Иногда, отче, только вот таким вот путем приходится иногда завести, беседу, хотя бы заинтересовать человек. А если так вот ему сказать, вот иди в церковь, нет, он просто послушает, ну, поэтому надо подход, постепенный подход, отсюда мы говорим, как заговорить друг с другом, чтобы нам мы друг друга понимали, потому что, даже в обычном разговоре, один с другом свое, и он лепит это, друг ему свое лепит, и мимо друг другу проходит, а когда мы видим, выслушал, а вот этот сказал, и я сказал все, как на место согласие получилось, а что сходит, потому что не согласие, а согласие решения творога. Вот это, наверное, отчасти ответ на вопрос Игоря, что делать. ...сердце и говорите устами. Да, вот, а вот я вот для того, чтобы... Да, вот как Христос сказал, злое сердце и своего злого сердца вносит злое, доброе и своего доброго сердца вносит доброе. А как вы сдержали? Да, поэтому, поэтому не надо, не значит, чтобы плеск все, что у меня, есть. Вот ты начал борьбу с грехом, значит, уже начинаешь делиться своими борьбой с грехом, как ты ведешь. Это говоришь. А когда ты... Ага, вот я прельстюсь, чем ты, чем ты. И ты будешь говорить другому, ты его собачнишь и все. Да, вот поэтому, поэтому, что говоришь? В чем искренность человека? Искренность человека не в грехе, а в добре. В добре человек и из доброго сокровища он должен выносить, а не из злого. Если из злого сокровища и злого сердца выносит, то он выносит как раз, этого как раз не надо говорить. Это не надо говорить. Это не надо говорить. Это не надо говорить. Это можно в духовнику сказать. А вот когда из доброго сокровища выносишь, то, значит, так действительно хорошо. Пожалуйста. Отче, разрешите, можно ли сказать? Вот скажите, отче, может быть, я прав, может быть, не прав. Вот конкретный пример. Я начинаю разговор с одним человеком, который, в общем, абсолютно неверующий и, мало того, несколько даже отрицательно относится к вере. И вот я начинаю с ним разговор так. Я говорю, вот вам, пожалуйста, ваша атеистическая литература. Там, значит, в вашей атеистической даже литературе написано о том, что, значит, религия вообще, христианство в частности, играла большую роль в лечении душевных различных заболеваний. Вот, я говорю, пожалуйста, написано. Он, да, я об этом читал. Я говорю, а скажите, вот, значит, вот существует институт атеизма. Я говорю, вот, на мой взгляд, это бездельники. Они ничего, никого не лечит. Я не могу, чтобы не бросить упрек. Нет, но он со мной полностью согласился. Он говорит... Да, хорошо, конечно. Потому что на них таковых нет. А эти таковых нет. как ты можешь это все равно сказать, что я родился без отца и без матери. Не можешь это сказать, это не здесь. Спасибо. Только не знаю, что он просто не видел меня занимать. Думаю, что он... А у меня конкретный вопрос, который у всех вот будет занимать. Да, да, да. Ну, да. Сильно. Иначе. Ну вот, мы говорили сейчас о добром и злом начале, который существует в мире, который проходит через сердце каждого человека. Нет такого деления, что вот один добрый там абсолютно, другой абсолютно злой. Вот добро и зло проходят через каждого человека. Через сердце. У кого больше, у кого меньше, это не важно. Но, мы сейчас вот пришли к такому убеждению, что мы должны говорить добрые абсолютно вещи, благостные, которые ведут нас к Богу, которые делают благо не только нам, но и окружающим наследием. И замалчивать и как-то вот так сказать подавлять себе, что ли, и пытаться выбросить вовне, лучше так, в небытие, вот то злое, которое постоянно присутствует. Как-то одно из бесед месяца, наверное, можете уже до 4 того назад, вот батюшка вы сказали интересную вещь, что некоторые вещи, которые лезут в голову, это вообще не наши мысли. Кто-то нас искушает. Об этом же говорил вот как Достоевский Мартин Иванович Лютер, который написал «Стерзание дьявола просто какие-то он испытал страшнейшее в этом состоянии. Вот мне хотелось бы тут получить ответ на такой вопрос. Какие по преимуществу мысли, если можно сказать так, если нельзя, нет, могут, так сказать, вот нам извне сообщаться непосредственно, поскольку там несколько невозможного в том мире потусторонним и какие от нашей, никакие конкретного какого типа мысли от нашей греховной натуры именно зависит, да, и как с ними в себе бороться. Потому что мысли абсолютно страшно. А, что твое, что привнесет. Да, я понимаю, понимаю, понимаю просто что меняется нам в грех. Вот если отец литературы вы будете, то там есть деление такое, прывок, начало действия какое, и потом сам грех. Когда к вам приходит, допустим, мысль, я хочу, вот пришла мысль, не надо так от столкновения, а иногда от того, что просто кто-то внушает вам есть, иди не избей этого человека, ведь он в прошлом тебя раз обидел. Понимаете? Вот вы начинаете осуществлять эту мысль, значит уже из прелога переходит действие. И там когда вы уже избили этого человека, совершался сам грех. Поэтому когда еще только к вам приходит искушение, вы ведете борьбу, это еще не ваше. Когда вы начинаете соглашаться с этим, да, я буду делать так, значит уже начинается первая ступенька к греху. Еще не грех, я буду только грех, еще может совершиться, может не совершиться. Это первая ступенька к греху. Значит вы уже начинаете терять свое самобладание и теряетесь подбежать. И когда вы уже потеряли волю и охотно пошли за этой мыслью, и тут уже может вообще не совершился грех, но он уже близок. Один шаг и грех совершится. Значит, что нам нужно делать при появлении, при появлении извне внушения, соблазна? первое, что обратиться к Богу с молитвой. Помнить нужно, что своими силами мы не можем преодолеть. И вот такие откуда, Господи, думаешь, откуда пришли они? Как они появились у меня? Но ты начинаешь говорить, раз образы такие, такие, они еще больше тебя. Вот тут для того, чтобы рассеяться, поэтому никогда не звать, всегда молитесь. Появилась такая мысль. Начинаешь борьбу ничего, чем больше борется, тем больше они приходят. Прежде всего молитва. Молитва, потому что сила Божья, мы своей силой, да, молитвой. И конечно, тоже опять-таки молитва, только молитва и все, и с вами ничего не делать. Это тоже не молитва. Молитва тоже в действии бывает, надо и свои силы. И тогда через какое-то время, вот я вам рассказывал, было у меня одно искушение. прохожу по храму. Одну минуточку, я заходу, прохожу по храму. И вдруг откуда-то к Матери Божьей какая-то такая гадская мысль, такая преступная даже, какая-то ненависть даже появилась. Господи, что это такое? Господи, помоги мне, Матерь Божья, помоги мне. И вот тут же мгновенно, настолько такая любовь, такая любовь, что все мгновенно, потому что вот Бог помог. А если своими силами, я барахтался в этом, и ничего бы не сделал, ничего не сделал, потому что своими силами мы ничего не можем. Отчего его плащения Христова, вообще вот наш разговор об этом, что никогда не надо забывать, во всем, что бы мы делали, где не поступали, никогда не забывать Бога. Почему Иуда погиб? Не Береха даже предательства погиб, а потому что не пошел к Богу. А вот почему-то Христос так сняет, когда Он говорит, допустим, на реке прелюбодействия, Он говорит, что всякий взглянувший, то есть только помысливший, уже прелюбодействует. Не готовится к прелюбодействию, а уже прелюбодействует. Ежи подожди, ежи вожделеет сердцем, то есть пожелал. Ну да, мы же пожелали. Вожделение появилось, он нет, он пожелал уже, он не стал бороться с этой мыслью, а он пожелал осуществить ее. Мы не делали. Потому что если бы, почему не конечно грех? Слушай, слушай, это нет, ты слушай меня. не понимаешь, значит, если бы, вот допустим, что такое, значит, мысль появилась в него, он пожелал. Осуществлять только не получилось, потому что не было случая. Он уже пожелал, значит, на него уже прелюбодействует.